так еще одна спонтанная заметка но это все в процессе поэтому не заснять потом забудешь подопытный ну скажем так плата принципе можно сказать новая это z170 в свое время она дорогая была сейчас так чуть дешевле ну удалось приобрести я давно хотел попробовать когда она только вышла и сейчас только представилась такая возможность мало того это z170 и и это поддержка где коробочка расширение до thunderbolt x3 контроллер дополнительный то есть плата с thunderbolt встроенным гораздо дороже стоит они по 300 долларов стоят а здесь получается 100 долларов плата и 150 контроллер да она немножко может быть скажем так неудобно да но теста ради и интереса ради это стоило вот далее также как проверочное устройство от полдня то больше наверное день ушел не день но полную пока что-то почитал что-то проверил пока bios обновил плата intel диджи один сейчас вот она работает параллельно с nvidia наконец-то запустилась запустилась вот два монитора она и и вывела мало того наперед скажу она его вывела через дисплей порт выход заходит в thunderbolt плату расширение вход оплата обрабатывает видео через тайп си но через переходник дисплей порт тут его пошевелил выводит изображение уже на монитор то есть смысл был чем чтобы задействовать thunderbolt thunderbolt этот порт тайп сисный и я еще попозже попробую у меня есть переходник от маковский да ради этого я как бы хотел там же есть titan riddle по моему контроллер а это я уже не помню какой или alpine riddle но в общем на гигабайтовской плате 390 монитор apple овский thunderbolt овский он не завелся потому что контроллер более новый и даже через этот переходник родной он так изображение не вывел вот мне был интерес выведет этот контроллер это уже asus овский изображение на thunderbolt овский монитор но это я попозже уже вот с этим зверюга я тоже покопался ну как отчасти по незнанию отчасти от того что очень много настроек биосе сначала я немножко ошибку сделал думал же шпроц вот есть интересно 12 25 версия 5 это е3 но он 1151 тоже skylight но он только работает с материнками оказывается c 236 чипсетами 232 236 по моему или 234 в общем с этими чипсетами поддержка вставляю плата стартует выключается стартует выключается думаю это не может такого быть версии скажем более младше этих же ционов версия 3 версия 2 там хасвелл и вибридж они работают на стандартных материнках а этот вот никак не стал запускаться биос пришлось обновить и все равно это первое было как бы такая капкан был такой но я сам дополнительно не прочитал как-то по думаю на практике она только и выявится пришлось снять обычный g4 400 поставил это универсальный проц классный для теста и так обновить биос ну довольно шустрый хоть и два ядра и все он как с пол пинка завелся память вытащил пока с другого компьютера то есть память и проц я вытащил с h110 пока вставил адата вот и начал же благо диск 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 у меня был м сато да м сато маленький на ней десятку и устанавливал еще на 400 на 400 чипсете и она здесь установленная была и драйвер был под видеокарту но когда я вставил карту начал биосе штамма настройки эти скажем так подбирать под конкретную конфигурацию и вот сколько пробовал с интегрированным видео он же выводит 510 графику через внутренний свой вывод с ней паре работал везде перечеркнутая оп пожалуйста свет вырубили ну значит продолжу чуть чуть позже